Микс Ньюс Здравствуйте! Сегодня вторник, День Добрых Дел на Радио Болтком. В эфире программа «Зеленая Лампа». Ведут ее Ольга Авдевич. Здравствуйте! Я Рита Трошкина, наш звукорежиссер Рудион Золотарев. В гостях у нас сегодня необычный человек. Это, как мы говорим, уникальная женщина. Тренер по фигурному катанию, очень известная в Риге. Ольга Нечаева. Здравствуйте, Оля! Здравствуйте! Спасибо, что вы пришли к нам сегодня. И программа у нас сегодня посвящена тому делу, которым Ольга занимается. То есть мы как-то совместили героя и гостя, можно сказать, в одном лице, что ли. Потому что Ольга уникальный тренер. Она занимается не просто с талантливыми детьми, обучает их фигурному катанию, танцам на льду. Она занимается с обычными детьми, но и также с особенными детьми. У нее уже много лет в ее руках, под ее руками совершаются маленькие чудеса. То есть дети, которые к ней приходят, родители приводят их как последние надежды иногда, которые не могут ходить, которые плохо говорят или вообще не говорят. Они выходят на лед и не могут сделать там ни шагу. Она ставит их на коньки. И через какое-то время происходят просто реально маленькие чудеса. Мы сегодня спросим у нее, как это ей удается. Ну, а вы, наверное, пришли к нам сегодня с занятия, да? Ольга пришла к нам сегодня и сказала, что она с утра уже плакала. Она пришла с заплаканными глазами. Это было очень трогательно. Сегодня утром мы опубликовали материал, статью, информацию. Читайте ее на сайте Микси из ЛВ. Под названием «Поможем воспитанникам Ольги Нечаевой». Поможем особенным детям, которых воспитывает тренер Ольга Нечаева. И, Ольга, расскажите, почему вы плакали с утра? Я хочу поблагодарить всех, кто информационно поддерживает эту программу прежде всего. И как только эта информация пошла в средство... Была опубликована. Была опубликована. Да, сегодня мне стали звонить родители особых детей, которые впервые услышали о том, что фигурное катание возможно для всех. И те слова поддержки... Я сегодня очень волновалась перед эфиром, я готовилась. И те слова поддержки, которые я услышала в свой адрес, они меня очень тронули. Люди просто еще, не зная о том, что есть фигурное катание для особых детей, благодарили за то, что я этим занимаюсь. И это было очень трогательно и волнительно. И это была такая подготовка и огромная поддержка для меня, прежде чем говорить об этой теме сегодня. Но мы еще подробнее все у вас выспросим. Ничего не скроете от нас, как все происходит и почему вы этим начали заниматься. Все мы узнаем. А сейчас просто мы должны сказать, что с сегодняшнего дня и до следующего вторника наш телефон 930-6384, евро 42 цента за звоночек, работает в поддержку особенных воспитанников Ольги Нечаевой, которым она дает шанс на какое-то выздоровление, на улучшение качественной жизни, на какую-то радость победы над собой и победы в соревнованиях и много-много чего еще. 930-6384. Сделав этот звонок, вы дадите шанс группе детей, их много, у Ольги клубы, ее клуб фигурного катания в Риге и в Лепое занимается, да, и вы дадите шанс целой группе детей заниматься целый год. Мы должны собрать какую-то определенную сумму, которая вот пойдет именно вот этим деткам, чтобы они смогли улучшить свое здоровье. То есть еще раз объясняем, Ольга уникальный человек, когда мы говорим, что она творит чудеса на льду, вот представьте, что она ставит на коньки детей, которые изначально практически не стоят на ногах, то есть это дети с ДЦП, аутизм и особенные любимцы, это солнечные детки у Ольги, это детки с болезнью Дауна, синдромом, которые каким-то невероятным образом делают особенные успехи в фигурном катании. И более 10 лет Ольга занимается с этими детками бесплатно. Сейчас возникла в клубе такая ситуация, что Ольга сама не может оплачивать лед, инвентарь, различные расходы, которые сопутствуют организации этих занятий. А родители этих детей, они не могут оплачивать эти занятия, потому что, как правило, в этих семьях очень большие расходы на логопедов, физиотерапевтов, на реабилитации. Да, постоянно. И сложилась такая ситуация, что либо сейчас эту программу добровольную, практически благотворительную, которую тянет один человек, либо закрывать, либо возникла идея открыть официальный счет. И в фонде Be Open юрист и бухгалтер две недели крутили, думали, как это правильно оформить и сформулировать, открыть счет в помощь особенным воспитанникам, тренера Ольги Нечаевой, для того, чтобы эти дети могли в течение года получить занятия. В основном это расходы на аренду льда. И мы подробнее еще расскажем о каких-то конкретных ребятах. Когда вас, Оля, вы спросите, я просто хочу сейчас сказать, что не очень много вокруг нас, очень много хороших людей, но таких людей, которыми я искренне восхищаюсь тем, что вы делаете. Спасибо. Просто примите сейчас эти слова, очень приятно говорить, примите сейчас наше восхищение тем, что вы делаете, и результатами, и тем, мы с вами общались уже довольно долго, какой вы прекрасный, добрый и искренний человек. Спасибо. Оля, давайте начнем с самого начала. Расскажите о себе. Вы тренер от Бога. Вы когда начали? Встали на коньки в 5 лет и дальше. Начала я... Очень интересная история. Мы смотрели в Санкт-Петербурге с мамой. Я болела. Фигурная была. Маленькая, 5 лет. И мама мне рассказывала, какие там фигурки рисуют дети. И она меня определила в группу фигурного катания. В Санкт-Петербурге мне было 5 лет. Это был открытый ледовый холл. Потом переехали в Ригу. В Риге мы нашли школу, которая занималась фигурным катанием. И уже продолжали в Риге. Это такие первые шаги. И сейчас трудно представить, что мы начинали на открытом катке кататься в 30-градусный мороз. Ну, закалка за то, какая. И впоследствии, так как фигурное катание стало... Я всегда говорю, что я всю жизнь фигурным катанием занимаюсь. Впоследствии оно перешло на профессиональный уровень. Я встала в спортивные танцы. Меня мама отвезла в Москву. И там порекомендовали, что девочка танцевальная. Поставили спортивные танцы пару. И мы дошли до сборной СССР молодежной в профессиональном спорте. И выполнили разряд мастеров спорта. Были в сборной команде СССР. То есть вы мастер спорта по фигурному катанию. На катанию СССР, да. И впоследствии я поступила. Я решила продолжать. Поступила в Институт физкультуры. У нас была прекрасная руководитель... Здесь, в Риге? Да, здесь, в Риге. Которая организовала первые платные группы, в которые привлекла всех действующих спортсменов на работу тренерами. В 17 лет я стала тренером. Меня стали называть Ольгой Николаевной. И с 17 лет... Вот я продолжала. Я хотела учиться дальше. Закончив один институт, от Латвии меня направили в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Я попала в группу первой олимпийской чемпионки Людмилы Алексеевны Пахомо, Гетис Дапы. Открыли для фигуристов Елена Анатольевна Чайковская. Вот Людмила Алексеевна открыли отделение. Ну, именно сами за себя говорят. Балетмейстерское отделение для тренеров по фигурному катанию. Таких специалистов два. Одна в Америке, наша латвийская, тренер. И вторая вот я, которая закончила два. Ну, мне всегда нравилось творчество фигурного катания. Впоследствии, когда менялась система фигурного катания, я вернулась, у меня был перерыв. Я не работала по состоянию здоровья какое-то время. И когда менялась советская система на новое время, это был очень тяжелый период. В 99-м году я открыла свой личный клуб «Твизлс». «Твизлс», да, давайте повторим «Твизлс». «Твизлс» в 99-м году. Значит, Оля, вас сейчас слушают ваши многочисленные ученики и просто люди, которые впервые, может быть, услышали. Очень многие. Мы еще раз подчеркнем. Клуб называется «Твизлс». И в этом году, в ноябре, ему исполнится 20 лет. Этот год юбилейный для меня и юбилейный для моего клуба. И огромное количество детей, родителей. Недавно на катке подошел один папа и сказал, «Здравствуйте, вы тренировали мою девочку». Я говорю, «Покажите девочку, ей 21 год». Мне было очень приятно, что некоторые родители узнают, мне подходят и вот в благодарности. Давайте, прежде чем перейдем мы к рассказу об особенных детях, скажите, вы начинали заниматься с обычными детьми, с талантливыми, и они занимали какие-то места, они побеждали у вас там, да? Когда мне вот новое время началось, да, и представилась возможность открыть свой маленький клуб, конечно, у меня были амбиции подготовить танцевальные пары, так как здесь была разруха в спорте. И первое, что у меня, я поставила себе цель подготовить пару танцевальную на юнорский чемпионат мира, на который в свое время мы не попали по каким-то политическим событиям, нашу команду, ну, сборную команду СССР не пустили. И у меня была мечта подготовить пару. Я поставила цель за 10 лет подготовить такую пару. Через 10 лет пара из Латвии участвовала в чемпионате мира юниорском по фигурам катания. Ольга любит повторять фразу «Вижу цель, не вижу препятствий». Да. Я всегда говорю, что я готовила танцевальные пары и собирала детей. Вот мне предоставили такой карта-бланш, выбирать любого ребенка и делать пары в то время. Но чтобы сказать об этом более конкретно, подготовка этих пар шла в нечеловеческих условиях. Было 2 ледовые площадки, по 8 клубов на одной площадке. Мы готовились в тяжелейших условиях. Сейчас в каждом маленьком городе есть ледовый холл и, конечно, более благоприятные условия. Ольга, а расскажите, пожалуйста, про ваших титулованных, особенных детей. Вот недавно вы с ними приняли участие в Петербурге в международных соревнованиях. Вот расскажите, это тоже чудо? Вот вдруг вы решили, что вы туда поедете, и вы привезли дипломы. Практически наши детки из Латвии – это вообще сенсация. Об этом надо говорить, это надо писать. Вот эти особенные детки, которые еле говорят, еле ходят. И наши латвийские дети оказались среди лучших. Да, когда пришло новое время, потому что я тренировалась в советское время, было много ограничений, кто мог кататься, был жёсткий отбор. Но где-то внутри, в глубине души я всегда мечтала, чтобы любой человек в любом возрасте, как это в цивилизованных странах проходило, мог бы прийти и заниматься фигурным катанием. Я люблю фигурное катание, я пропагандирую фигурное катание. И у меня всегда была мечта, так как я видела программы детей особых, которые выступали на соревнованиях, у меня всегда была мечта, чтобы любой ребёнок мог бы прийти в наш клуб и заниматься. Пришло новое время, и мечты сбываются. 12 лет назад пришёл Денис, историю которого знают все. Мы сейчас напомним про эту историю. Благодаря Денису наша цель была пропагандировать его выступлениями. Объясним радиослушателям, Денис. Это воспитанник Ольги Нечаевой, который совсем маленьким мальчиком просто подошёл к ней и попытался что-то ей объяснить, попроситься заниматься. Так как у мальчика ДЦП, то его даже сложно было понять. Это было 10 лет назад, наверное, да? По-моему, 12. 12 лет назад. У нас была программа про Дениса Каргина. Он чудесный совершенно, очень его полюбили. И вот потом выяснилось, что он ваш ученик. Да, он уже известная личность в Латвии, о нём много писали. И история интересная. Мы проводили зимний праздник в Лепойском ледовом холле. И я проводила мастер-класс после наших выступлений, нашей группы. И вот подошёл мальчик, пошатываясь такой, он очень эмоционально говорил, но трудно было понять, что он говорит. И я поняла, что он просто хочет кататься. Я попросила познакомить с мамой. Мама одобрила эту идею. И мы поставили его на коньки. И он успешно до сих пор выступает. К огромному сожалению, видимо, всё приходит в своё время, я не знала, что существует программа Special Olympics, по которой мы сейчас работаем. Просто не было такой формации. Я работала вслепую, потому что я думала, что только существует Паралимпийский комитет. А Паралимпийский комитет, там нет фигурного катания в программе Олимпийских игр. Но я не знала по поводу Special Olympics программы. Программа Special Olympics, ей в прошлом году исполнилось 50 лет. Это был большой юбилей. Стартовала эта программа в Америке от семьи Кеннеди. У них были дети, и вот они считаются родоначальниками этой программы. То есть она во всём мире действовала много лет. Выйти на эту программу, у меня не было никаких ориентиров. Но опять же, я говорю, всё приходит в своё время. Но я мечтала, я очень хотела, чтобы дети с синдромом Дауна и ментальными проблемами приходили кататься. И в прошлом году это всё как божественное проведение. Мне написала одна мама, у неё ребёнок с синдромом Дауна из России. И она попросила обменяться упражнениями, которые я использую. Она прочитала про Денис. И когда мы стали разговаривать, она рассказала про единственную школу фигурного катания, которая работает по программе Special Olympics, которая находится в Санкт-Петербурге. И дала координаты тренеров, которые там работают. Мы связались, и они мне прислали эту программу. И помогли сориентироваться по соревнованиям, которые проводятся международные в этой программе. Я эту программу освоила, перевела, и мы начали по ней готовиться. На тот момент в нашей команде уже было несколько детей с синдромом Дауна. И деток с ментальными проблемами. Давайте вот закончим про Дениса эту историю. Потому что там потрясающее продолжение было. Он пришел к Ольге заниматься в 8 лет, Ольга, на свой страх и риск. Согласие мамы, конечно, мама у него тоже чудесная. Она взяла его и подумала сначала, как она нам рассказывала. Ну, хотя бы научу его чуть-чуть ездить, кругами по льду, по катку. Денис ходил даже с трудом, но он очень упорный. И благодаря специальной методике Ольги Нечаевой произошли какие-то чудесные улучшения. Уже через год обучения Дениса врачи отметили, что у него улучшились и двигательные рефлексы, улучшилась речь. И вначале он выходил на лед, держась за маленькие воротца железные, вот так передвигался. Потом он научился делать повороты, потом он научился делать прыжки. И наконец стал выступать с сольными номерами. И когда на соревнованиях в Тукамсе он выехал на лед, под какую объявили его диагноз, согласие родителей, под какую песню он выступал там, «Я хочу жить». На тот момент у него, к сожалению, умер дедушка. И мы этот танец посвятили, было объявлено, что он танцует этот танец вот в память для дедушки. И я думала, какую песню подобрать ему и у Дениса Майданова. Ну, хотелось, чтобы это было душевное такое выступление. И мы взяли песню Дениса Майданова «Не хотелось бы жить». И это было очень трогательно. Это выступление есть в интернете. Да, можно набрать. Да, можно посмотреть. Все его, мне кажется, есть выступления, которые были. И мужчины плакали, когда он катался. Не говоря уж о женщинах. Ну, и когда, если сейчас смотреть, это у Дениса есть свой на Ютубе канал, он сделал, да, там все это сложено. И вообще было очень много про него информации. Тоже слезы трудно сдержать. После этого он был гостем Паралимпийских игр, а потом он встретился с Евгением Плющенко. Да, был мастер-класс. Денис, мы все присутствовали, и Женя выделил время, и это было замечательно. Тоже снимали весь мастер-класс, я думаю, тоже есть на Ютубе. И он, и Денис настолько был собранным, что он там начал уже делать самые простые прыжки. Вот, и Женя ему показывал, как лучше перебежки делать. Он делал сложные элементы для своего состояния физического. Он делал достаточно сложные элементы. Но это же такая огромная ответственность. Вот вы взяли больного ДЦП мальчика, да, то есть вы просто, ну как, это что-то героическое в этом есть. Действительно, потому что это сколько души, сколько эмоций, сколько нервов, сколько силы, сколько ответственности, сколько сопереживания, потому что сердце разрывается, потому что это очень особенные дети с очень особенными какими-то судьбами. Почему вы этим занимаетесь? Вы могли бы себя, ну как, оградить, поберечь? Вы могли бы что-то более такое комфортное выбрать? Я повторюсь, у меня всегда была мечта. Я это видела в других странах, и я думала, а почему у нас это невозможно? И если Бог мне посылает такого ребенка, это не просто так. И сказать ему «нет» – это значит перекрыть его желание на корню. И я ему не могла сказать «нет». И я как-то верила, что у нас все получится. И когда ты приезжаешь на тренировку и видишь его упорство, вот обычные дети, они могут так работать, ну как, немножко пожалеть себя. А Денис был настолько упорный, если я ему давала 20 приседаний до 60, он на льду не падал, так как вот он мог упасть на прихождение. Поэтому для меня не было какой-то опасности, и мы сразу оговорили все моменты с родителями, так как мы работаем командой – родители, врачи и ребенок. Мы сейчас напомним, что наш телефон 93006384, евро 42 цента за звоночек, работает в помощь особенным воспитанникам Ольги Нечаевой, чтобы дать им шанс встать на лед, встать на коньках на лед и улучшить свое здоровье. После небольшого перерыва мы продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаем, что в гостях у нас тренер по фигурному катанию Ольга Нечаева, уникальный тренер. Вот через несколько минут мы продолжим с ней разговор о том, как это все происходит. Она занимается с особенными детьми, с тяжелобольными детьми и добивается чудесных успехов. А сейчас просто хотим рассказать вам об итогах прошлой недели, программы прошлой недели. Мы с вами помогали маленькому мальчику, 8-летнему Кристоферу, который попал в очень трудную ситуацию, потому что он потерял зрение после химиотерапии и после перенесенного лейкоза. В общем-то, лейкоз ему вылечили, слава богу, но зрение он потерял. И мальчику очень нужна видеолупа электронная специальная, благодаря которой он сможет, она увеличивает картинки и буквы так, что он сможет читать слова, а он очень хочет читать. Это умница и вообще замечательный ребенок. И нужно было собрать большую сумму для этой видеолупы, и мы ее с вами собрали, и даже немножко больше. Было сделано, буквально за три дня было все собрано, спасибо вам огромное, низкий поклон. На счет Кристофера, специальный счет, открытый в благотворительном фонде Be Open, поступило 2536 евро. С этих денег не берутся никакие проценты комиссионные, это мы всегда повторяем, все полностью идет мальчику. И было сделано 1150 звонков, 1150 раз был набран телефон 9306384 и на сумму 1437 евро. Мы вам каждый раз эти цифры воспроизводим, чтобы вы знали все, что вы делаете. И всего собрано за три дня 3973 евро. Видеолупа электронная у Кристофера будет. Спасибо всем огромное. А на этой неделе наш телефон 9306384 подключен к специальному целевому счету, который открыли в фонде Be Open в помощь особенным воспитанникам тренера Ольги Нечаевой. Ольга Нечаева у нас в студии. Ольга, вам нужно платить за аренду льда, за раздевалки, за инвентарь. То есть у вас есть определенный набор расходов, не говоря о поездках на соревнования. Но все эти годы особенные дети занимаются у вас бесплатно. Как вам это удавалось? Как вы сводили эти концы с концами? И почему мы сейчас просим помощи, чтобы не отказывать этим детям, чтобы продолжать занятия? Потому что для этих детей это не просто фигурное катание, это улучшение здоровья. Как мы говорим, это больше счастливых детских глаз и меньше материнских слез. Наш клуб небольшой и ориентирован на пропаганду фигурного катания и здорового образа жизни. Это изначально была цель поставлена. И в нашем клубе занимаются дети для здоровья, не для спорта высоких достижений. В нашем клубе занимаются взрослые. И так как у нас нет поддержки государственной, мы существуем на те средства, которые платят люди, которые приходят заниматься в нашем клубе. А, к сожалению, у нас такой вид спорта – дети вырастают, взрослые приезжают, уезжают. И это переживает любое такое предприятие, которое на этом. Но так как мы открыли программу для детей особенных, и это требует времени, льда, организации огромной, подготовки к соревнованиям сейчас. То, к сожалению, этот год у нас практически не было дохода в клуб. А так как дети болели, те взрослые, которые катались, дети вырастают, дети имеют свойство вырастать, они уходили. И дохода в клуб не было. Мы с сентября месяца очень маленькое количество тех людей, за счет которых клуб существовал. Но, несмотря на всю эту тяжелую ситуацию, можно было бы опустить руки, но мы освоили программу. Мы поехали на соревнования благодаря родителям, поддержке. Хотя было очень тяжело. Продолжали готовить. К сожалению, в этом году я первый раз не смогла провести новогодний праздник детям. И сейчас мы готовимся к закрытию сезона. И я тоже очень огорчена, что если мы не сможем собрать средства, то мы опять не сможем сделать закрытие сезона для детей. И мой принцип – я не беру оплату с детей особых. А количество нашей группы, оно разрастается, слава Богу. А сколько, вот давайте, у вас есть занятия в Риге и в Лепе. Сколько человек у вас сейчас? И приходит больше и больше. Не страшно говорить, в Риге людей, которые оплачивают, 10 человек. Нет, вот детей особенных. А особенных, да, где-то 10 человек сейчас группа разрастается. Есть, ну, я всегда говорю, есть дети, которые более обучаемые, и которые готовятся уже выступать. Но я даю шанс любому ребенку с любым диагнозом получить удовольствие прийти покататься на коньках и дать ему урок, чтобы эти дети не были ограничены в такой возможности. Мы просим сегодня поддержки для особенных воспитанников Ольги Нечаевы, которые хотят заниматься, которым это очень нужно. Мы вот сразу скажем, что врачи-реаниматологи дают телефон Ольге… Реабилитологи. Ой, реабилитологи, простите. Дают телефон Ольге родителям таких вот детей с тяжелыми заболеваниями, чтобы попробовать, чтобы тоже дать им шанс. Она берет и занимается. И очень часто все это, получается, выходит на другой уровень. Мы просим этой помощи, потому что количество детей растет. Мы сейчас попросим Ольгу рассказать конкретно, да, о каких ребят она сейчас готовит и к чему она их готовит. И напоминаем, что телефон 93006384 работает вот в помощь этим деткам. По опыту работы с Денисом, применяя свою систему подготовки, я поняла, и я очень хотела развивать и пропагандировать возможность заниматься фигурным катанием среди детей с синдромом Дауна и ментальными проблемами. Я давала несколько интервью, но я всем хочу, кто слушает, чтобы люди поняли, что, к сожалению, обстановка еще несколько лет назад в нашем обществе, люди не готовы были толерантно относиться к таким детям. И были сложности в ледовых холлах. Родители этих детей боялись приходить, а люди некоторые были настроены, мягко говоря, не совсем хорошо. И мы ломаем стереотипы. Сейчас нашу группу знают во всех ледовых холлах. Знают деток. Отношение меняется в обществе. И уже сейчас, вот прошло несколько лет, сейчас я могу сказать, что любой родитель, не надо бояться, приходите. Даже если вы не сможете подготовиться на соревнования, вы сделаете попытку дать своему ребенку возможность покататься на льду и укрепить его здоровье. Вот сейчас нам звонки в эфир раздаются и спрашивают, а как к вам попасть? Звоните. К огромному сожалению, вот благодаря этой передаче, благодаря фонду БиОПЕНТ, я надеюсь, что мы соберем средства, и мы сможем разделить эту группу и вести ее. Для этого нам надо приобретать свой лед. У нас нет возможности, у нас очень сложная сейчас ситуация, у нас нет такой возможности приобрести лед для этих детей, разделить эту группу. И мы благодаря сотрудничеству к тем людям, которые хорошо относятся, мы можем где-то урывать какой-то лед и водить. Но звоните и… А куда звонить, как вас найти? Звонить на мой рабочий телефон, и я каждую ситуацию оговариваю с родителем, потому что у меня огромный опыт и по диагнозам, и по работе с реабилитологами, врачами, родителям. И мы будем… Я предлагаю всем, я рассказываю, куда прийти, во сколько мы оговариваем с родителями время, где можно попробовать взять инвентарь. Клуб называется «Твизл», да? «Твизлс» по-латышски, и «Твизл» на английском языке. Да, и вы можете найти этот телефон. Это название элемента. Это элемент фигурного катания на коньках. А ещё проще всего будет найти, после программы мы опубликуем на сайте MixNews LV в рубрике «Зелёная лампа» всю важную информацию, а также на Фейсбуке, на нашей страничке «Зелёная лампа». Присоединяйтесь, будем вместе заниматься хорошими делами. И в нашей публикации на сайте MixNews сегодняшней мы рассказываем о конкретных трёх детках. То есть их больше, но на их примере. Ольгины, скажем так, особенные олимпийские надежды. Это Арнелла Данченко, Саша Тарашкевич и Аня Якубовская. Расскажите немножко об этих особенных детках. После моего интервью несколько лет назад стали звонить родители. Это было очень... Они очень осторожно. Мы оговаривали все моменты. Саша первая ласточка, Арнелла и Анечка – это первые дети и родители, которых я очень благодарю, не испугались и пришли делать попытку. И Сашу, и Арнеллу, и Аню сейчас знают уже во всех ледовых холлах. Их очень тепло принимают. Есть дети обучаемые, и есть сложности в обучении. Но это не значит, что вы не должны пробовать. Потому что это и удовольствие кататься. И расскажу об Арнеллочке. Несколько лет назад пришла Арнелла и... Ее диагноз. Ее диагноз – синдром Дауна. Но девочка родилась еще... Сейчас я уже общаюсь с родителями, знаю, что у таких деток, к сожалению, бывают проблемы с сердечком при рождении. Ой, сейчас мне будет трудно говорить. Но Оля, когда нам рассказывала об Арнелле, она говорит, это солнышко наше. Да, но я хочу рассказать, что Арнелла – обучаемая девочка, несмотря на то, что она плохо разговаривает. И когда я поняла, что она понимает команды, и она начинает делать сложные элементы, то мы стали двигаться вперед. К сожалению, я работала вслепую до прошлого года. И когда мы получили эту программу, Special Olympics, что значит программа? Там есть определенный набор элементов, как в фигурном катании, которые ты должен освоить, сложить в программу, и определенные временные заставки. То есть там целый набор правил, которые надо освоить. Мы осваивали с Арнеллой. И мы добились приглашения в Финляндию, где каждый год проводится по этой программе замечательное соревнование Санта-Клауса, Кубок Санта-Клауса для особых детей. Программа Special Olympics рассчитана на детей не только синдром Дауна, но детей с ментальными проблемами. Если Паралимпиада – это проблема двигательного аппарата, то Special Olympics – это дети с ментальными проблемами. Мы подготовились, мы вслепую ехали. Я сразу предупредила родителей, что это будет поездка в разведку. Посмотреть, как это все устроено, как это проводится. И чем закончилась ваша разведка, давайте сразу скажем. Разведка закончилась. Арнелла – дебютантка, самая младшая дебютантка, так как там нет возрастных категорий. Из семи участниц заняла второе место – Серебряный кубок. Когда нам озвучили результат при награждении, мы очень-очень… Но вы не ожидали. Мы не ожидали, мы не ожидали. Мы надеялись, что где-то, так как дебютантов принимают не очень хорошо, дают им возможность попробовать. И опять же, посмотрите, для того, чтобы взять вот эту девочку, поставить ее на ножки, потом поставить на коньки, потом практически вы крылья ей дали, а на плечи расправила, у нее появился смысл в жизни. Для того, чтобы ехать в Финляндию, вам же тоже нужны были какие-то средства? Нам надо было выкручиваться? Вам надо было одалживать? Когда ты готовишься к соревнованиям, когда ты готовишься к соревнованиям, во-первых, это огромное число тренировок, подготовки, где надо этому ребенку выйти самостоятельно и самостоятельно при зрителях, при судьях исполнить эту программу. И я не хочу вдохнуться в подробности, это было очень трудно для всех, просто туда попасть. В финансовом смысле даже... Ну и кроме Арнеллы, которая удивительных успехов добилась, она такая красивая девочка, на фотографии можете посмотреть. Есть еще Саша, который тоже победитель, есть еще Анечка, есть еще много-много мной. Каждый день раздаются звонки, каждый день к Ольге приходят новые-новые детки с ментальными и другими проблемами, она никому не отказывает. И все занимаются у нее бесплатно. Поэтому мы просим сейчас вашей помощи. Наш телефон 9306384 работает всю неделю в помощь особенным детям для того, чтобы дать им возможность заниматься и делать успехи. Наша программа очень быстро к концу подошла. Мы еще много не успели даже проговорить, но то, что не успели, то, что за кадром еще осталось, мы напишем. В статье будет опубликована завтра статья на сайте MixNewsLV. Ольга, мы вас очень благодарим. И скажите, пожалуйста, о вашей заветной мечте. Моя заветная мечта – работать с группой, чтобы родители не боялись. Всем, говорю, не бойтесь, приводите детей, дайте шанс кататься на коньках. И мечта – попасть на Олимпийские игры 2021 года с нашей командой латвийской, подготовить детей и выступить достойно. Олимпиада по программе Special Olympics будет проходить в 2021 году в Швеции. Помогите нашим детям попасть на эту Олимпиаду, подготовиться и достойно выступить. И вот эту информацию, которую вы сегодня услышали, она открытая для самой широкой публики. И все, кто хотят присоединиться или помощью, или поучаствовать, или привезти своих детей, вот, пожалуйста, добро пожаловать. К Ольге Нечаевой. Благодарим вас. Благодарим вас, Оля. Я благодарю всех. Желаем вам удачи. И напоминаем, что банковские реквизиты для поддержки, если кто-то сочтет возможным, и мы, и Ольга, и особенно родители этих особенных детей будут очень благодарны. На сайте MixNews в рубрике «Зеленая лампа» есть ссылка на официальный целевой счет, FoodDB Open и банковские реквизиты для пожертвований. Спасибо огромное, если кто-то может откликнуться. Благодарим вас. Наше восхищение. Примите за вашу работу. Спасибо всем за поддержку. До свидания. До встречи через неделю. До свидания.